Сегодня на базе РКБ и детской клинической больницы бригада врачей Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии проводит консультации больных. Специалисты приехали в Нальчик по приглашению Минздрава КБР. В прошлом году благодаря этому сотрудничеству высокотехнологическую помощь за пределами республики смогли получить несколько сотен пациентов. Как на этот раз обстоят дела в материале нашего специального корреспондента Натальи Булат. На прием к ортопедам жительница Заюкова Аминат Шамахова дочерей привезла впервые. У младшей Алины врожденная патология – деформация грудной клетки. Через несколько лет, скорее всего, потребуется операция, но врачи предлагают не терять оптимизма. Надо смотреть и в клинике, как сказать, или в Саратовске можно. В клинической поликлинике РКБ живая очередь пациенты сетуют. Жаль, специалисты не принимают в районах. Приходится ни свет, ни заря ехать в Нальчик. Большинство больных обращаются по направлениям из поликлиник. Многие на консультацию приходят самостоятельно. Врачи принимают и тех, и других. Говорят, высокотехнологичная медицинская помощь требуется далеко не всем. Это в том числе и результат своевременного лечения на местах. Сейчас нет, что в Кабардино-Балкарии 200 человек. Сейчас нет, что там кому-то 100 человек. Нам дано 5 тысяч 6 квот на год. Из любого региона, любой больной, по показаниям, естественно, может обратиться к нам. Из этих 5 тысяч квот, 3 тысячи 150 эндопротезирований. Ну, я по опыту могу сказать, что человек 150 мы сейчас отберем. Большинство пациентов, люди старшего поколения, причин тому много. В первую очередь возраст. С годами кости разрушаются, но есть и факторы, подчеркивают в нейртопедии и травматологии, бороться с которыми можно самостоятельно. В первую очередь надо следить за весом. Он не должен превышать 100 килограмм. И каждый день надо делать зарядку. Прием специалистов в республике продлится до 18 апреля. Наталья Булат, Муая Тоха, Вести, Кабардино-Балкария.